Больше года семья из Гаджиева пытается побороть болезнь сына. У 19-летнего Антона Иванова врачи обнаружили злокачественную опухоль, которая после длительного лечения продолжает расти. Случай непростой и требует высокотехнологичного обследования. В Мурманске такие не проводятся, а в онкологическом научном центре в Москве готовы помочь. Но на поездку требуются деньги. Музыкальный инструмент Вел нормальный образ жизни, то с этого года состояние стало хуже и уже порой даже с кровати не встанешь до магазина дойти. Первое недомогание парень почувствовал в начале прошлого года. Кашель, высокая температура, общая слабость. Исследования показали, что у Антона рак лимфатических узлов третьей степени. За один год лечения в Мурманске он перенес 15 курсов химиотерапии и две операции. Его наблюдали в клинике Санкт-Петербурга, но, к сожалению, положительного результата лечения не дало. Болезнь с каждым днем прогрессирует. Размер опухоли уже увеличился в два раза. Будет шанс немножко жить у него, чтобы она остановилась. Желательно бы как бы уменьшалась. Хочу попытаться. Есть там герцена клиника. Если что, так может быть там проконсультируюсь. Там как бы разные профессора, разные врачи. Может подход как бы, может разный что-то. Надо везде, где можно только, может надо попробовать как-то помочь ребенку. У Антона постоянные боли в груди, тошнота, усталость и желание спрятаться от друзей, от людей, от проблем. Мама Мария Геннадьевна как может борется с болезнью сына и как может вселяет в него надежду на выздоровление. Сама верить не перестает ни на минуту. Ведь шанс действительно есть. По статистике 90% больных с лимфомой Хоточкина выздоравливают. Я не знаю на какое время мы едем. Если я в Питере не тоже поехала, я не знаю на сколько. Получилось, что задержались с сентября по декабрь. Мы там и проживали как бы у чужих. Там за квартиру платила. Питание там. Я сейчас не знаю на сколько еду. И обследование. Только КТ 15 тысяч стоит. Крови вот там и на тысячу. Там разные может быть обследование. Сбор средств ведется уже не один месяц. За это время удалось накопить чуть меньше 100 тысяч рублей. Собранной суммы хватит лишь на первое время. Надежду победить болезнь дают в НИИ имени Блохина в Москве. Высокодозное лечение младшему воспитателю детского сада самостоятельно не оплатить. Зарплаты едва хватает на выплату ссуды, которую женщина брала на лечение сына в Санкт-Петербурге. Сегодня требуются деньги на дорогу до Москвы. Пребывание там, обследование, анализы и лекарства. Увеличить шансы на выздоровление Антона Иванова можем и мы с вами, отправив любую сумму на расчетный счет мамы. Контактные данные Марии Ивановой и реквизиты для перечисления средств сейчас на ваших экранах.